Гомельский областный законодательный комитет стал победителем республиканского конкурса на лучшую практику деятельности органов мясовой улады по реализации государственной культурной политики по выниках 2018 года сярода законодательного областного узровня. Соправдой, летость в регионе было проведено множество мероприемств, которые не всегда останутся в памяти жахаров области. Например, на умоцевание позитивного имиджа Гомельщины повышение цикавости даёт ее творческого потенциалу духовной спадщины сприял конкурс брендов. У каждом районе в области выбирали, с чем асоциируется район. У Брагине это метеорит, который находится в Мясовом музее. У Гомеля – палацево-парковый ансамбль и экономический форум. У Ельским – фестиваль «Грай-гармоник», у Добрушским – белорусский фарфор и многое-многое иншее, что обовязково варто убачить каждому гостю нашего гостинного края. Жахарам в области саправды есть, чем гонориться. По-новому, в год Малой Радимы захочали мероприемства, накераванные на популяризацию самобытных региональных культурных традиций. Например, в Октябрьском районе прошел 10-й юбилейный фестиваль «Брагиня», на который приехали самые отельновитые фольклорные коллективы Беларуси. А так само России и Латвии. И ведомо тяжко уявить культурное житие региона 2018 без международного фестиваля хореографического мастерства «Сожский карагод» и форуму этнокультурных традиций «Клич-Палесси». Награда действительно высокая, поскольку уникальность ее заключается в том, что у данного конкурса республиканского нет ни первых, ни вторых, ни третьих мест. Есть одно единственное. Вот и называется «На лучшую практику работы органов местной власти и отрасли культуры». Вот это место в этом году, по итогам 2018 года, досталось Гомельскому полсполкому. Это очень отрадно, почетно и ответственно. Нагадаем, первоможцам республиканского конкурса «Город культуры» по выниках минулого года признаны у Гомель. Продолжение следует...